Терапия радостью. В детском отделении Волгоградского онкологического центра побывали накануне волонтеры, студенты Волгу. Они устроили новогодний праздник для маленьких пациентов, кстати, уже не первый за последние несколько месяцев. Так, одню матери молодежные активисты приурочили представление под названием «Подарим маме самый лучший в мире подарок». И таким подарком могут быть улыбки и смех детей, которые находятся в онкоцентре. На новогодней сказке побывала наш корреспондент Анжелика Антипина. Легким движением кисти студентка Волгу превращается в Бэтмена. Другие волонтеры также быстро перевоплощаются в сказочных персонажей. То, что эта сказка будет не совсем обычной, выдают бахилы на снегурочке. В Волгоградском детском онкоцентре больше полусотни пациентов с тяжелыми диагнозами. И на этом представлении все лишь бы они улыбались, а Новый год можно и продлить, решили молодые добровольцы. Несмотря на сессию, казалось бы, сейчас такое учебное напряженное время, когда все сидят, учат, усиленно готовятся к экзаменам. Но волонтеры у нас за один день собрались. Чтобы они чувствовали себя какими-то другими, чтобы они чувствовали себя такие же, как и все, такие же активные, такие же веселые. Путь к выздоровлению у детей с онкологией и заболеваниями крови не только тернист, но и долг. Евгения и ее сын Тимофей здесь уже больше пяти месяцев. И к больничным праздникам, а они здесь не редкость, мальчик привык. Но, кажется, именно сейчас произошло маленькое чудо. Тимофей по-настоящему развеселился. Ты любишь еще? Хочешь, чтобы чаще такие праздники были? Да. Тима очень любит праздники, на самом деле. В отделении новогодней праздники было очень много гостей. Нас очень порадовали. Но вот сегодня, честно скажу, Тимофей первый раз участвовал в конкурсе. Лично меня, как маму, это очень порадовало. Положительные эмоции тоже своего рода терапия. В это верят не только родители пациентов, но и опытные онкологи. Без сомнения. Без сомнения. То есть детишки, которые у нас лечатся, они, ну, страдают, скажем так. У них, во-первых, взрослеют быстрее. Совместно же боремся с болезнью. И детишки помогают, и мамы, родители, бабушки. Так что положительные эмоции приветствуются. Кстати, свои впечатления от визита сказочного десанта дети смогут запечатлеть. Им привезли набор для творчества. Подарки удалось собрать на удивление быстро, говорят организаторы. Помогали студенты, педагоги и школьники Волгограда. А если есть такая поддержка, маленьких пациентов волонтеры будут радовать и дальше. Главное, чтобы это хотя бы отчасти приблизило их к выписке. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания Ахтуба.